Здарова, ребята! iOS 17 доступно уже больше месяца и в этом видео я хочу с вами поговорить о скрытых фишках, которые вы могли не знать. Ну а перед началом видео прошу вас подписаться на наш Telegram канал, там самые быстро оперативные новости из мира Apple, ссылочка будет в описании. Теперь мы с вами можем устанавливать несколько таймеров, это очень удобно, если вы отслеживаете каких-то два события параллельно. Для этого заходите в приложение часы, таймеры, выставляете то время, которое вам нужно, нажимаете старт. Если вам нужно добавить еще одно время, то нажимаете плюсик, здесь опять же указываете тот интервал времени, который вам необходим и вуаля, у вас два таймера. Причем очень удобно, если у вас айфон с Dynamic Island, то отображаться будет как раз таки в Dynamic Island. А если у вас обычный айфон, то будет это отображаться на заблокированном экране. Если вы любите фотографировать на свой айфон и хотите, чтобы ваши фотографии были ровные, то для этого заходите в настройки, камера и у вас есть новая опция, которая называется уровень. Включив ее и зайдя вновь в приложение камеры, у нас появляется вот такой вот небольшой уровень, который позволит нам сделать нашу фотографию ровной. В браузере Safari у нас давно есть опция частного доступа, но впервые с iOS 17 она у нас доступна для входа либо по Face ID, либо по Touch ID. Получается, что никто кроме вас не сможет зайти в те закладки, которые у вас находятся в частном доступе. Чтобы это включить, заходите в настройки, ищите пункт Safari, мотаете в самый низ и у вас здесь есть как раз таки настройка Face ID для разблокировки частного доступа. Для айфонов с Touch ID будет написано, что Touch ID для разблокировки частного доступа. Давайте про Safari еще немного поговорим. Открыв любую страницу и нажав на две буковки А в левом нижнем углу, у вас есть новая настройка, новая опция, которая называется слушать страницу. Нажав на нее, Siri просто начнет читать все, что происходит на этой странице, весь текст, который есть на этой странице. Вышла iOS 17, один релиз Candidate 2 для iPhone 15. Раньше мы всегда с вами могли пинговать наш айфон с помощью Apple Watch, но мы не могли делать это наоборот. В iOS 17 это у нас стало доступно. Заходите в центр управления, и у вас есть пиктограммочка часов, нажав на которую, айфон подаст сигнал на Apple Watch, и они у вас пропингуются. Почему-то это работает не моментально. Так что, если вы потеряли свои Apple Watch где-то дома, то можете легко найти их с помощью айфона. Если по какой-то причине в центре управления у вас нет пиктограммочки часов, для этого заходите в настройки, пункт управления, и вот здесь вот добавляете уже поиск часов. В приложении фото немного упростили нам то, как мы с вами можем обрезать фотографию. Раньше нужно было зайти во вкладку править, и уже там как-то с ней дальше разбираться. Теперь достаточно просто сделать вот такой вот зум, и у вас в правом верхнем углу появится пиктограммочка, чтобы можно было в легкую и быстро обрезать вашу фотографию. Также из сообщений мы теперь можем с вами делать такие некие стикеры. Достаточно просто задержать на объекте длинным тапом и нажать добавить стикер. После этого вот эти вот стикеры, которые у меня уже добавлены, я могу отправлять пока только в iMessage. К сожалению, Telegram и WhatsApp не поддерживаются, но для тех, кто использует iMessage как основной мессенджер, это будет очень прикольно. Следующая опция, насколько прикольная, настолько и раздражающая. Я говорю о расстоянии до экрана. Если вы включите эту настройку, то в следующий раз, когда ваш iPhone будет очень близко к вашим глазам, то он выдаст сообщение о том, что телефон находится крайне близко к вашим глазам, и это может негативно влиять на ваше зрение. Опять же, для тех людей, которые не могут контролировать то, как близко они держат свой телефон к своим глазам, эта фишка будет очень прикольной. Если вы используете приложение Apple Music, то я вам советую включить очень классную функцию в настройках приложения музыка, которая называется перекрестное затухание. Я поставил на 5 секунд, и это означает, что когда песня у нас заканчивается, за 5 секунд оно будет как бы становиться тише, но в то же время следующий трек, который будет у нас играть после этой песни, начинает плавно воспроизводиться. То есть такой создается эффект, как будто мы слушаем непрерывную песню. Это действительно очень крутая штука. Если на вашем устройстве начинает не хватать свободного места, то заходите в настройки основные хранилища iPhone, и теперь вы можете отсортировать по размеру, по названию, по дате использования те приложения, которые очень много занимают места. Это очень удобная штука, теперь мы с вами можем в гораздо большем комфорте посмотреть, что же очень много занимает места, и уже принимать решение удалить это приложение или нет. Также в iOS 17 у нас были с вами добавлены интерактивные виджеты, теперь из виджета мы с вами можем включать, например, ту или иную песню. Ну, с плеером, конечно, это все очень интересно, но, например, вот я пользуюсь приложением Todoist, это очень хороший планировщик дел, и теперь я, не заходя в приложение, могу прямо из виджета отмечать то, что я уже сделал. Собственно, это работает как и с стандартным приложением напоминания, заметки и так далее, ну и также сторонние разработчики, как видите, тоже уже подтянулись. Ну и последнее на сегодня, если вы используете iPhone 15 любой серии, то зайдите в настройки, аккумулятор, состояние аккумулятора, и вот здесь внизу есть оптимизация зарядки. Пока что эксклюзивно это доступно, как я уже сказал, только на 15-х iPhone, есть опции, которые позволяют вам включить оптимизированную зарядку, это, собственно, точно так же, как и на всех моделях iPhone, либо задать лимитированный заряд 80%. Ваше устройство будет заряжаться только до 80% и не больше. Эта настройка позволит вам намного дольше использовать ваш аккумулятор в плане износа батареи. Лично я буду использовать эту опцию следующим образом, где-то примерно неделю буду ходить с лимитным зарядом 80%, а потом включать на неделю оптимизированную зарядку. Я думаю, что именно вот такие вот манипуляции помогут мне как можно дольше сохранить максимальную емкость аккумулятора. Конечно, это не все фишки iOS 17, их намного-намного больше, я буду выпускать видео раз в месяц о новых опциях, новых фишках, трюках iOS 17, так что, чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на канал, ну и увидимся совсем скоро, дальше больше, всем здоровья и пока!